Перед событиями 2 мая Одессу долго раскалывали извне, считает эксперт группы 2 мая Владимир Саркисян. Договориться не удалось. Чем это закончилось, все знают. Сейчас одесситов тоже раскалывают, только по другому принципу. Владимир Саркисян пытается предупредить. Одесситы должны быть сдержаны и помнить о городских традициях и менталитете. Со всеми всегда можно договориться. По мнению Владимира Саркисяна, появление на Одесском небесклоне такого крупного и яркого политического тела, как Михаил Саакашвили, и начало реформ без оглядки разделило одесситов вновь. На тех, кто придерживается курса реформ, но по всей стране и по закону, и на тех, кто поддерживает позицию губернатора. Реформы на пролом без оглядки. Кто не с нами, тот совок. Те, кто будут сопротивляться этому, в силу того, что реформы проводятся или во всей стране, или нигде, в силу того, что законодательство Украины действует на всей ее территории одинаково, я думаю, что они будут противопоставлены любителям реформ. Владимир Саркисян считает, чтобы притворять в жизнь намеченные реформы, Михаил Саакашвили планировал выстроить жесткую вертикаль исполнительной власти без системы сдержек и противовесов. Поставить на ключевые места своих лояльных людей. Негодование по поводу итогов выборов на пост Одесского городского головы – лишнее тому доказательство. И эксперт группы 2 мая был удивлен, что такая попытка узурпации власти нашла в Одессе значительный отклик и поддержку. Люди, которые поддержали вот эти радикальные меры, которые не видят ничего плохого в средоточении всей власти в руках исполнительной вертикали, что эти люди будут новой питательной средой для создания радикальных групп, которые приведут, в общем-то, Одессу ко 2 мая, к повторению вот таких событий. Сейчас из Одессы пытаются создать этакий полигон для обкатки реформ и их методов. Одессу намеренно выделяют на фоне других регионов. Например, тем же широко разрекламированным одесским пакетом реформ. Владимир Саркисян надеется, что центральная власть не даст этим проектам зеленый свет. И в итоге напряжение в обществе постепенно спадет. Но рассмотрение этого предложения будет только в декабре-январе. Поэтому пока что ситуация продолжает оставаться. Если не взрывоопасной, то как минимум неспокойной. Анатолий Косин, Андрей Терещенко, телекомпания «Круг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова